Ивановские зоозащитники готовят обращение в Генеральную прокуратуру. Обычные методы протеста, пикеты и акции на власти города не действуют. Самое время, считают блюстители прав животных, привлекать юристов и выходить на уровень федерации. Три года назад активисты предложили администрации программу по отлову и стерилизации бродячих животных. За это время, по расчетам ветеринаров, популяция бездомных четверононких должна была снизиться. Программу приняли, она финансируется, но количество собак на улицах только растет. Активистов интересует вопрос, куда же уплывают деньги. Я не могу обвинять, это может только доказать суд. Мы единственное можем потребовать отчитаться документально за каждую копейку бюджетных денег. Ведь это в принципе и наши деньги. Деньги налогоплательщика и общество имеет право знать. А как они расходуются? Правильно ли они расходуются? Потому что, вот как показало время, это просто недобросовестные подрядчики. В этой небольшой комнате десяток зоозащитников. Почти у каждого печальный опыт. Соседских или домашних псов увезли или отстрелили. Какие-то неизвестные люди, прикрывающиеся муниципальным договором. Жительница села Богородская Елена оказалась очень упорной женщиной и пыталась найти виноватых в пропаже животных. Ездила даже во Владимир, где по документам находится фирма, которая заключила с мэрией контракт. Никто даже в Пане и не слышал про эту технологию финансы. Уже нашли и подрядчик, и субподрядчик, и арендатор, и супарендатор. Никто не знает. Этой организации никогда там не было. То есть подставная фирма. Собаки живы или нет? Потому что вы постоянно даете нам надежду, что они живы. Уж скажите сразу, извините, там сердце не выдержало собак. Один пес очень старый. Там сердце не выдержало. Ну, сдохли они. Вот как хотите. Жалуйтесь, не жалуйтесь. Собак вот нет в живых. Ну, он мне на что ответил? Очень провокационно мне. Я вам так никогда не скажу. Два года работы по контракту выполняет компания технологии финансы. Представитель Артем Рязанкин. Где их помещение, кто их ветеринары – загадка. Животных должны отлавливать и стерилизовать, а потом отпускать в место, откуда забрали. На деле псы пропадают. Город выделил почти 2 миллиона рублей. Вот активисты и хотят посмотреть калькуляцию. Сколько животных было, сколько бензина наездили и электричество в хозпомещениях нажгли. Основная часть – это стерилизация, деньги, и кормление, да? И кто знает, чем их кормят, и кто их стерилизует, и где? Грязь, нет света, нет воды. Какая стерилизация может быть собаке? Вот почему вот это-то не учитывается? Деньги выделяются на что? Только что в Рязанке отчисталось, что он слабее дастерилизовал. А где, в каких условиях – неизвестно. И никому, главное, никого это не интересует. Как не считали на встрече зоозащитники, цифры не сходятся. 2099 рублей за отлов одной собаки, по 70 рублей за каждый день передержки, 2,5 – за операцию, а животных по бумагам меньше 200. Не получается 2 миллиона. Вот поэтому и пишут обращения в надзорное ведомство. А еще губернатору и новому мэру просят разобраться и доказать, что было сделано не так, почему гуманная, по идее, программа отлова провалилась. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.